Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги Иова Ну вот продолжается полемика Иова с друзьями Иов упрекнул Илифаза довольно злой И других друзей тоже, что вот вы как пересохший ручей Я к вам как караван в поисках воды пришел А воды-то нет, я там погибаю от жажды рядом с вами Потом Иов упрекнул очень горько Бога и говорит Что ж я тебе сделал надзирательно над людьми Что ты мой грех-то не простишь, даже если он был Ему отвечает следующий друг Билдада Шуоха И обратим внимание, что эскалацию начал Иов Ему больно, он кричит, он и друзей упрекает, и Бога упрекает резко Билдад начинает с ним уже спорить Первая реплика Илифаза была такой еще мирной А вот здесь уже ругань пошла Так отвечал Билдад из Шуоха Да коли ты будешь говорить такое слово твое, что шумный вихрь Но он не за себя обиделся Он обиделся за Бога Про Бога Иов говорит неправильно Разве Бог извращает справедливость? Всесильные нарушают ли правду? Если твои дети перед ним согрешили Он их собственным беззаконием предал Я напомню, что десять детей его погибли в один день Погибли, значит согрешили Нет, он, конечно, говорит иначе Раз согрешили, значит погибли Но логика-то уже в обратную сторону работает Потому что они погибли Вот меняется местами Очень часто в рассуждениях Причина и следствие Он говорит, если кто грешит, то он погибает Из этого не следует, если кто погиб, то он согрешил Но фактически Билдад утверждает именно это Ты, конечно, согрешили, что ты хочешь А в начале книги сказано, что Иов за возможные их какие-то неверные мысли Приносил там жертву всесожжения семикратно То есть уж точно это не ситуация, где они там чудовищно все десятеро нагрешили И поэтому одновременно погибли Но Билдад подводит свою арифметику греха и страдания Так что же, ну вот, все-таки есть выход, да Все-таки Билдад пока еще хоть и упрекает, но не горько Он скорее предлагает позитивную программу А если будешь ты искать Бога, станешь умолять всесильного Если будешь ты чист и честен, он тотчас к тебе склонится И воздаст твоему дому по заслугам Да, вновь та же самая идея Праведника награждает, грешника наказывает Бог Как бы ты ни был невелик в начале Но в конце концов достигнешь величия Расспроси-ка, былые поколения, разузнай, что от самых открылось Ведь мы вчера родились, ничего не знаем Словно тени по земле проходим Так пусть они тебя научат, пусть скажут Пусть в речах раскроют свое сердце Смотрите, Лифас ссылался на собственный мистический опыт Ему какое-то видение таинственное было ночью Ему это видение показало, как устроен мир Что такого происходит А Билдад говорит Мы от отцов все приняли Мы вот с отеческим преданием следуем Мы-то сами дураки Нам ничего не известно Вторая, может быть, модель То есть откуда человек узнает Новости о Боге Либо из мистического опыта собственного Либо вот наследуя от предков И дальше опять Общение очень любит риторические вопросы Растет ли папирус там, где нет болот? Поднимется ли тростник без воды? Сочин он, но прежде других трав увянет Даже если его не срежут Ну, то есть даже если что-то выросло Где-то само от дождика Но если нет постоянного притока воды То это все увянет Вода часто символ благодати Какой-то помощи от Бога В библейских текстах Вот к чему идут все забывшие Бога Так надежда безбожника погибнет Засохнут они без Бога Уверенность его, безбожника Ненадежней паутинки Безопасность его висит на волоске Обопрется он на свой дом Не устоит, не поднимется Сколько не будет цепляться Пусть наливаются соком под солнце Его побеги, расползаясь по саду Корни его взгрызаются в груду щебня Каменную стену оплетают Но когда его с прежнего места вырвут Само место от него отречется Скажет тебе, здесь и не бывало Вот и вся радость его жизни А из земли вырастают другие Очень долгий подробный рассказ О том, что вот безбожник, грешник Он вроде иногда достигает успеха Как тот самый тростник Вне источников воды Может высоко вымахать сначала Когда вода там какая-то появилась Ненадолго Но потом-то все пропадет И не таков ли ты иов Это уже, наверное, некоторый намек такой Вот будешь безбожником, будет все плохо Будешь праведником, все будет хорошо Без конца и без конца Но ведь Бог не отвергнет непорочного А руки нечестивого не поддержит Он еще вернет твоим устам смех Твои гортани, крик ликований Врагов твоих позор покроет И шатра нечестивых не станет Общие слова Все будет хорошо, все будет хорошо В чем проблема друзей Все-таки самая главная проблема Мне кажется, в том, что они не слышат боли Иова В том, что они говорят общие правильные слова Которые можно применить к любой подобной ситуации Но которые ему сейчас не помогают ничем В девятой главе он, конечно, Билдаду тоже ответит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok